Это обзор ММВБ российского рынка акций на будущую неделю с 18 по 22 мая. Начну я сразу с новостного фона, который накопился за последние пару дней. И начну я с темы того, что Италия разрешит полное передвижение по стране с 3 июня. Но некоторые специфические ограничения все еще будут действовать. То есть то, что в принципе было ожидаемо и то, на что я выражал свое мнение еще 3-4 недели назад. О том, что границы будут постепенно открываться. То есть это неизбежность. Постепенно будет запускаться промышленность. Тоже неизбежно. И теперь на очередь стоят уже авиакомпании, которые в скором времени тоже начнут свои региональные рейсы. За дальнейшим переходом уже в мировые рейсы. И что нам это приносит? Нам это приносит промышленность плюс авиация плюс автомобильный сезон равно потребление нефти. То есть спрос умеренным темпом будет расти. Но опять же, про нефть мы поговорим еще позже. Потому что там есть некоторые изъяны, на которые необходимо ставить внимание уже сейчас. То есть по цене на нефть очень сильно вероятен боковик в течение текущего года. Далее, Ассоциация газотранспортных операторов в Германии включила в национальный план развития сети на 20-30-е годы создание системы транспортировки водорода. Главным образом на основе перевода под эти цели существующих трубпроводов, качающих природный газ. То есть перед Газпромом стоит идиллия. Выбор. Что примет Миллер, черт его знает. Но учитывая то, что альтернатива газу и нефти постепенно им подходит в водород, а альтернативу уже ищут не первый год, то если Газпром не перестроит свои планы, политику в отношении Европы, и он будет, как Миллер, тут постоять на своем, мол, только газ и все, никаких реформ в Газпроме, то Газпром может уйти из рынка Европы уже к концу текущего десятилетия. Почему? Потому что будет замещение Газпрома другими региональными компаниями Европы. Как говорится, прогресс на месте не стоит и какую-либо альтернативу уже в рынке, скажем так, ведут поиски. Иными словами, начинается тупо новый технологический цикл. Так что, либо Миллера, как говорится, в отставку и на его место более разумного топ-менеджера, чтобы развивать новую технологическую деятельность в самом Газпроме и подстраиваться под новые стандарты Европы. Ну, либо Газпрому плохо будет к 2027-2029 году. Не прямо сейчас. Нет. Но к концу нынешнего десятилетия. Так что данный фактор Миллеру необходимо учитывать уже сейчас. Далее, отчет по розничным продажам в США в апреле. Фактически, падение продаж было на 16%, прогноз падения был на 12%, предыдущий, фактически, падение продаж в марте было 8,5%. Но в чем факт? Отчет негативный и он за апрель. То есть, постепенно с открытием производства, сектора услуг, ритейла массового, продажи будут только расти. В Штатах, в Европе, в России. То есть, бизнес будет постепенно оживать. И это оживление, оно в любом случае будет в ближайшие месяц-два. Но я думаю, уже в июне вся эта хренота будет заканчиваться. Потому что в той же самой Италии, Испании уже из-за этого коронавируса просто кипиш нереально пошел в парламенте. Я вчера тоже видео смотрел на эту тему. Как там депутаты, назовем их так, итальянские, дебоширят в стиле нынешнее правительство Италии просто ломает все возможные европейские стандарты. Ну, то есть, опять же, говорю не со своих слов, а говорю уже то, что вчера этот депутат сказал. Даже видео есть на Ютубе такое. Оно буквально там дня два-три назад было записано. О том, что... Причем то, что я вам говорил месяца два назад еще. О том, что Италия приписывает число заболевших к коронавирусу чисто из-за экономических и политических моментов. Почему? Потому что Италия это бешено закредитованная страна. Кто ее кредитовал? Ее кредитовал Deutsche Bank. Италия хочет, чтобы эти долги либо были прощены, либо кредитный цикл был растянут еще на более длительный срок. И причем она хочет получить тупо дотацию со стороны Европейского Союза. Вот. Но меня напрягает в Италии только одно. Это тупо кредитные рейтинги этой страны. Почему так? Потому что они полумусорные. Точнее даже предмусорные. А когда в стране ставит какой-либо мусорный рейтинг, оттуда убегают инвесторы. А это плохо. Поэтому в самом Европейском Союзе имеются такие колоссальные издержки, которые на рынке все равно имеют сущность, возможность повлиять негативно. И эти издержки необходимо учитывать. Далее Роснефть снизит в 2020 году добычу нефти на 24 миллиона тонн в рамках ОПЕК+. Ну и собственно вчера я на нашем телеграм-канале или даже сегодня ночью я писал пост про рынок нефти. Ну, про ценообразование нефти в 2020 году. Я здесь пометил сразу то, что в текущем году по нефти будет скорее всего реальный боковик. В диапазоне 22, дефис 42 доллара за баррель. То есть фактического прецедента пойти нефти вверх нет никакого. Почему? Потому что переизбыток все еще сохраняется. В чем сущность? Смотрите. ОПЕК+, или страны входящие в ОПЕК, или не входящие в ОПЕК, они сокращать добычу нефти не будут. Саудоскараи можешь сократить, но не остальные страны, которые входят в этот ОПЕК. Почему? Потому что будут уже экономические издержки на государственные бюджеты этих нефтяных держав. А нужно ли это то же самое Российской Федерации, или там, не знаю, Ирану, или Ливии, или там Алжеру? Им это не нужно. Они уже так сократили по максимуму. Поэтому ОПЕК, он отметается сразу. У нас остается что потом? Рыночный механизм спроса и предложения. То есть будут банкротиться, точнее они уже банкротятся, неэффективные нефтяные компании. Кто банкротится первую очередь, правильно, банкротятся первую очередь Штаты. Естественно, под удар попадают определенные банковские организации, скажем так. Как бы тут не без издержек. Но тренд на осуществление этой, скажем так, операции уже начался. То есть сниженная цена на нефть, на газ, бьет очень сильно по нефтегазовым компаниям американским. Я думаю, вы это сами прекрасно понимаете. Поэтому и в нефти, я думаю, будет тупо боковик. 22, дефис 42 доллара в течение текущего года. А потом уже будет смотреть по ситуации. Потому что все еще остаются экономические и политические проблемы, вызванные из-за коронавируса. В чем прикол? Прикол в том, что эти проблемы были и раньше. Да? В 19-м, в 18-м году. Но этот вирус, скажем так, в кавычках пандемия. В кавычках, господа, да, в кавычках пандемия. Она просто вела напряжение на политическом и экономическом фоне. На фоне чего все эти проблемы всплыли, как фекалия на воде. Они не утонули, они тупо взяли и всплыли. Это торговые войны. Это проблемы Евросоюза. Это проблемы Соединенных Штатов экономические. В Европе так вообще экономические и политические проблемы. То есть данный фактор тупо обострил экономическую и политическую ситуацию в мире. Но, учитывая то, что в рынке нефти есть и свой позитив, а именно то, что Амеров, именно их нефтегаз среднего и малого бизнеса будут мариновать в этом году крайне сильно, то данное поле, оно расчистится в ближайшем будущем. То есть и возникнет, я как говорю вам ранее, говорю уже по сей день, возникнет паритет между спросом и предложением. То есть будут постепенно запускать промышленность, производство, авиакомпании будут, когда вся эта хрена-то уйдет далеко в прошлое, вся эта корона-дичь. Но опять же, перед, скажем так, новым витком восстановления рынков, необходимо решить те экономические издержки, какие есть сейчас. То есть я лично не уверен в том, что вот прям-прямо начнется восстановление в рынках. То есть что все решено? Нет, господа, еще не все решено. Еще проблемы реально остались. И экономическая и политическая ситуация в Европейском Союзе, она сейчас по швам трещит. Поэтому и необходимо быть крайне внимателем на внешнеэкономические и политические новости. Так как они именно и решают, куда цене, на тот или иной имитент, тот или иной индекс двигаться дальше. Далее новость от США. Если Паул одобрит идею отрицательства ставок, курс доллара рухнет. Об этом заявило издание Bloomberg. Президент США Дональд Трамп вновь подтолкнул ФРС к введению отрицательных ставок, что стало горячо обсуждаемой темой на финансовых рынках с этой недели. Когда инструменты денежного рынка США начали оценивать вероятность установления отрицательных ставок. В чем факт? Факт в том, что сейчас рынок начинает закладываться на конец 2020 года. Именно то, что ФРС стенит ставку в отрицательное значение. Я, в принципе, с этим солидарен. Почему? Потому что экономическая действительность, она к этому и идет. Тут эпично другое. Потому что Трамп, это мастер по перебыванию в воздухе, подпрыгнул, в воздухе переобулся и ставит другое мнение. Как говорится, политика ничего личного. То есть сегодня он за крепкий доллар, завтра за слабый доллар, послезавтра он вообще за марсиан. Но опять же, отрицательным ставкам, я считаю, имеет место быть. Далее про ОФЗ. Доходность пробила рубеж 6%. И как можно предложить, уже скоро каждый, наверное, третий россиянин побежит на рынок с розовыми очками отжимать деньги у другого розоочкового человека. Я к тому, что сейчас ОФЗ активно выкупает банки российские, активно выкупает и нарезы, активно выкупает физические лица российские. На фоне чего-то, что RGBI уже покоряет новый исторический максимум. То есть он, кстати, на отметке сейчас 154 пунктов. Это, в принципе, для государства довольно неплохо. То есть индекс госдолга РФ, он восстановился V-образной формой после нынешнего обвала. Далее новость про ОПЕК+. ОПЕК плюс продлит сокращение добычи нефти в мае, то есть в мае и июне текущего, до конца года. Об этом заявили источники СМИ. Это то, о чем я говорил минуты 2-3 назад. О том, что ОПЕК, они свою роль для рынка уже отыграли. Но сокращать еще больше той нормы, которую они сократили сейчас, они не будут. Это не выгодно будет уже никому. Саудовцы могут сократить. Но не другие страны, которые максимально сильно сократили эту добычу нефти. Так что дальше играет тупо рыночный механизм. То есть слабое звено будет с рынка снесено. А сильные, именно олигополисты этого, этой отрасли рыночной, они останутся. То есть это очевидно очень сильно. Если подумать логически. Далее новость про Газпром, его газовые потоки. Первое. Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал Европы истекает и продлевать его не будут. Об этом заявил Реутерс, пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприенов. При этом отметил, что поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться. Второй момент. Как ранее сообщал коммерсант, российская компания теперь будет бронировать мощности газопровода Ямал Европа на квартальных аукционах. И уже купила право прокачать 6 миллиардов кубометров газа в третьем квартале. Аукцион на квартале мощности на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. То есть в чем факт? Сейчас строится Северный поток-2. Газопровод. И он идет в обход всех стран. То есть Польши, Украины и прочих государств. Он идет напрямую в Скандинавию. В Скандинавию, потом уходит в Германию и прочее. На фоне чего, когда его достроят, а уже корабль Академик Черкесский, который плыл из Дальнего Востока, он приплыл уже на место строительства газопровода Северный поток-2. То есть они его достроят к концу года. Это в любом случае. И так или иначе, поставлять газ в обход Польши и Украины станет целесообразно экономически возможным. Это будет в принципе позитивно. Почему? Потому что Украина и Польша, они ставят огромные палки в колеса именно Газпрому. То есть экономически и политически. Если вы смотрите мои обзоры МВБ на неделю, анализ рынка, то вы помните, как каких свиней подкладывала Польша и Россия. Почему они это делают, господа, все просто. Тупо исторические издержки имеются в отношениях России и Европы. Что за издержки, господа? Открывайте учебник истории и читайте, что было при Российской империи, при Советском Союзе. Но и при этом крыша у поляков, она тоже время от времени едет. Я это замечал даже во взаимоотношениях с другими людьми из этого государства. Так что чем раньше Газпрому отстроить Северный поток-2, тем проще будет вести свою деятельность. Но напомню еще раз, Газпрому уже сейчас необходимо думать наперед, стратегически. И смотреть за технологическими трендами в Европе. Чтобы место в Европе сохранялось именно за Газпромом. Как говорится, подумать об альтернативе, скажем так, газовой отрасли наперед. Чтобы ее диверсифицировать. Я и говорю сейчас про водород. И про прочие составляющие этого элемента. Далее новость про то, что с 18 мая будет ограничено открытие новых позиций по акциям. Компания Cheese Peak Energy в связи с вероятным делистиком на Санкт-Петербургской бирже. Я помню, как в эту компанию зазывали сисястые бабы некоторые, там другие бабы, там пару мужиков. Инвестблогеров я имею ввиду. Причем зазывали они довольно активно. Кто это, я думаю, вы догадываетесь. Поэтому, господа, я вам как бы уже про эту компанию говорю последние 7-8 месяцев. Не лезьте туда, не лезьте туда. Те, кто залез, на бутылку сели. Поздравляю. Те, кто не залез, поздравляю, у вас в головах хорошо работает. Почему? Потому что компания уже была обречена давно на банкротство. Из-за чего? Из-за того, что цены на газ буквально рухнули в пол. Они пришли, вот в этой зимой, они пришли на поддержку 90-х годов. Вы думаете, американским газовикам это позитивно сказывается? Нет, господа. Я про эту хероту говорю уже последние 8 месяцев. О том, что нефтегазовые компании обязаны будут расплатиться с американскими банками в сентябре 2020 года. Получится ли у них с этим расплатиться под долгом? Да ни хера у них не получится с этим расплатиться. Почему? Потому что прибыли нет. У них уже, они уже убытки фиксируют. Нефтегаз американский. И вот такие компании, как Чиспик Энджи, там, Калифорния, что-то там еще, такие нефтегазовые компании, они банкротятся. И уже просто шквал банкротства начинается. Я поэтому говорю, что на рынке остаются только олигополисты. Вот, например, сравнивают американские нефтегазы и российские. В Америке у них лютый капитализм. У нас государственный капитализм. У нас в случае чего эти компании, Газпром, Роснефть, не знаю, Башнефть и прочие компании, да, там, Татнефть, Газпром, они будут поддерживаться государством в любом случае. Они находятся под крылом государственного капитализма. Они рынку не отданы никак. В руки коммерсантов, скажем так. А в Америке все по-другому. Поэтому такие компании, как Чиспик Энеджи, они отчаянно прибутыляются, прибутыляя своих акционеров. Я тоже видос одного чувака смотрел в Ютубе. Он туда вложил 10 тысяч долларов в эту компанию, и у него осталось только 2 тысячи долларов. А покупал он эту компанию, как я понимаю, на верхах. То ли 2 тысячи, то ли 1 тысяча долларов у него осталось. Он покупал на верхах, когда компания стоила 20, то ли 25 долларов. Ну, плюс-минус счет такое было. Или 30 даже, я не помню, если честно. Так что перед вложением в американские акции, господа, вы, блин, изучайте хотя бы досконально. Что они себе представить? Не надо вестись на эту, не знаю, агитацию, пропаганду. Какой-то, не знаю, инвестблогер, который, блин, купил, не знаю, акцию. И вам еще ее, говорю, ну, как она офигенная. Вы подумайте, наперед, а не проплачен ли этот блогер. Потому что сейчас тренд на проплаченность блогеров, оно очень сильно идет. И я это тоже прекрасно вижу, прекрасно понимаю на фоне деятельности других, скажем так, коллег по цеху. Так что, господа, то, что я предоставляю вам на своем канале Биржевик, это бесплатная аналитика. Она при этом качественная аналитика. И во что-либо зазывать я вас не собираюсь. Почему? Потому что вас уже сейчас жизнь давит за все возможные поры. Чтобы вы сами думали головой на рынке. Почему? Потому что рынок сейчас стал диким. Если он был совершенно иным еще 6 лет назад, то вот спустя 6 лет, с 14 года, конкуренция возрастает. И еще пошел тренд на активизацию этих инвестблогеров. Новичков, у которыми тысячи подписчиков на канале, которые пришли на рынок месяц назад, и они тут себе гуру строят. При этом они аналитику черпают из инвестдомов. А что делают инвестдома, господа? Правильно, инвестдома зазывают в те или иные акции. Тинькофф Банк, тому пример, когда он там черепок на ТМК навесил, и говорит, ТМК банкрор. А тут херрак, и Альфа Банк начнет акцией с ТМК. А херрак, ТМК говорит, что у нас будет байбэк. Пошет один рубль. А тут херрак, акции вылетают на 25-30% вверх за день. И на этом неплохо заработали, те, кто смотрел мой канал. Так что, господа, головой думайте, пожалуйста, наперед. Стратегию выстраивайте наперед. А на зазывание челюбов не стоит уповать. На рынке нету гуру. А если кто-то гуру у себя строит, и там, не знаю, предлагает им войти в платный телеграм-канал, вы можете просто на три буквы этого человека послать. Почему? Потому что это сраный околорыночник, который ни хрена отношения к рынку не имеет. Далее новость про коронавирус. В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус SARS-CoV-2. Об этом заявило издание Regnum. Ученые из американской биофармацевтической компании SorrentoTherapix заявили о том, что они обнаружили антитело, которое способно полностью заблокировать коронавирус. Сообщается, что специалисты SorrentoTherapix исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на новый коронавирус. При этом одно из этих антител, STI 1499, способно на 100% защитить критки человека от заражения SARS-CoV-2. Акции этой компании в пятницу выстрелили, по-моему, на 160% от 1 доллара до 6 долларов. Я ночью сегодня тоже посмотрел, как его, котировки этой компании и офигел. То, что я такого лютого роста, я, наверное, лет 5 не видел на 160% за день. Это просто те, кто сел в этой акции, конечно, молодцы, заработали. Но в чем факт? Факт в том, что сейчас идет новостной поток про коронавирус. И опять же, господа, я в этом мнении высказывал еще 3-4 недели назад. То, что будет новостной шквал про коронавирусы. И это позитивно на рынке влияет. Почему? Потому что сейчас рынки отыгрывают будущий позитив, который будет на внешнеэкономическом, внешнеполитическом поприще. Ну, скорее, внешне, наверное, даже внешневирусном поприще и внешнеэкономическом. Потому что все-таки внешнеполитические риски, они еще сохраняются. Американцы, китайцы, как говорится, друг друга прибутыляют, как могут. Вот. И далее этот человек заявил то, что, подчеркиваю, что это лекарство, есть решение, которое точно работой заявил основатель компании Генри Джи. Он отметил, что испытания пока проводились только на лабораторных условиях, и о массовой производстве лекарств речь еще не идет. Однако в случае применения данного препарата может будет снять карантинные меры. То есть все тому, что вакцина, ну или лекарство, вакцинка, она постепенно находится, и прогресс на месте не стоит. Не стоит, то есть. Просто меня напрягает другое то, что сейчас в инфополе говорят только о коронавирусе. А куда делся СПИД, куда делся рак, куда делся грипп, куда делся геморрой, а? Простата куда делась? Ой, эти болячки, куда они делись-то? Правильно? СМИ тиражируют то, что им выгодно, а про другие болячки забыли. Это бизнес, господа, и ничего личного. Далее ФРС. Вышла новость о том, что ФРС допустил новый обвал на финансовых рынках. Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете ФРС США. Сразу говорю, господа, на данную новость необходимо оборотить внимание, то есть и держать ее в уме. Отмечу сразу то, что они, ФРС, не говорят, что будет обвал. Они допускают его. Если ситуация по коронавирусу пойдет непопредсказуемому сценарию, по негативному сценарию. Но сейчас ситуация с коронавирусом, она постепенно контролируется. То есть выходят те новости, которые на рынок позитивно влияют. То есть вакцина постепенно создается, там лекарства создаются, все контролируемо и пятое-десятое. И тем более сами меры карантина, дропе самоизоляции снимаются, производство запускается, авиакомпания запускается, в момент сезон тоже постепенно нарастает. То есть я не говорю, что прям супер все позитивно, но такой вот позитивчик небольшой имеется, на что рынки они позитивно реагируют. Вот, и я как-то давно, наверное, дней 8 назад, да, 7 дней назад я постил новость о том, что Минфин США ударит по рынкам изъятием 3 триллионов долларов, и я эту новость, честно говоря, в голове держу. Почему? Потому что она меня, мягко говоря, напрягает. Потому что предыдущее изъятие было в январе 2020 года. Куда рынки пошли, рынки пошли вниз. Но про рынок мы еще поговорим сейчас, в обзоре индексов. Вот, и последнее. Сегодня у нас Тадавул, Саудовская Аравия и Израиль торгуются в плюсовой зоне, что, в принципе, неплохо. Завтра посмотрим, как будут торговаться азиаты, и уже по их внешнему торговому фону будем делать прогнозы на ближайшую торговую сессию. Пока все более-менее позитивно. Далее переходим к РТС. РТС у нас торгует сейчас в своем боковике. У нас была опять заливная пятница. Почему заливная? Потому что последние 6 лет только и дело, что каждую пятницу заливают за внешнеполитических и внешнеэкономических непредсказуемых рисков. Ну, это все было... До 14 года такого не было, потому что не было санкций в адрес РФ. Но теперь санкции есть, поэтому рынок более щепетильно на такие моменты реагирует. Вот, в принципе, то, что я говорил в пятницу, будет про торговку на определенном уровне, то оно и произошло. Вот, пока еще индекс сходит в пределах формации треугольника, у нас имеется сейчас боковичок вот в этом диапазоне. И учитывая то, что впереди будет дивидендный сезон, я все равно думаю, что индекс будет пробиваться вверх. Почему я так думаю? Потому что 19 ноября будет наблюдать на совет Сбербанка, где должны будут утвердить дивиденды. А дивиденды составят примерно 18 рублей 70 копеек. Даже если они дивиденды сократят до 15 рублей, я думаю, ничего критичных тут не будет. Почему? Потому что мы тоже с одним товарищем на эту тему поговорили в личных сообщениях. И мы опять же пришли к одному выводу, то что, учитывая то, что последние... Сколько у нас там? Последние 6 лет Сбербанк является флагман для иностранных инвесторов, ну, то есть инорезов, то если Сбербанк не выплатит эти дивиденды, просто понимаете, что факт? Сейчас проблема в том, потому что многие верят в то, что Сбербанк их не выплатит. Господа, если Сбербанк эти дивиденды не выплатит, российскому рынку плохо будет, мягко говоря. Я говорю сейчас без мата. Будет плохо. Почему? Привлекательность российского рынка упоет в глазах инорезов. Понимаете? И тем более даже есть некоторые формальные, то есть юридические издержки, которые понесет уже государство российское в целом перед иностранными инвесторами. Я думаю, на такой греф не пойдет. При этом Минфин РФ, он будет в этом году, вот уже дивсезон начался с 15 мая, с момента отсечки, дивидендной отсечки Мосбиржи. Этот дивсезон продлится до 16 июля, вплоть до дивидендной отсечки Газпрома. То есть у нас перед два месяца дивсезона. И Минфин эти два месяца будет трясти государственные компании на дивиденды. Об этом завел Силуанов неделю назад. Я тоже после Телеграм дела, я эту новость озвучивал. Так что можете посмотреть видео, я тоже ее указывал. Поэтому я думаю, что и Газпром, и Сбербанк, эшелонные акции, первые эшелоны, флагманы рынка российского, они свои дивы заплатят. И на этом фоне, по утверждению дивидендов, 19 и 20 мая, российский индекс может пойти спокойно и закрывать свои гэпы. Вот сюда и сюда. Я скажу честно, что пока выше 1300, 1400, я его не вижу. Вот выше этого обозначения, которое я сейчас обвожу. Пока лично я технически, опять же математически, аналитически, я понимаю, что в случае прихода индекса РТС вот на это сопротивление, 1310, ну дробь, 1400 пунктов. Здесь будет очень большой тормоз. Почему? Имеется слишком сильно проторговка вот в этом диапазоне. стрелочка, я его сейчас указываю. Очень сильно проторговка, очень сильно сопротивление, которое технически пробить с первого раза не получится. Просто в чем суть этого вопроса? В том, что дивидендный сезон сейчас российский рынок поддерживает на плаву. Вот после дивидендного сезона, то есть после середины июля, 16 июля, российский рынок отправит в свободное плавание. То есть и дальше рост, дробь, падение российского рынка будет зависеть напрямую от внешнеэкономических и внешнеполитических рисков. То есть если торговая война между США и КНР будет только обостряться, господа, СНП, ДАКС, прочие европейские, азиатские, тихоокеанские, азиатские индексы, и российские индексы, еще и азиатские, да, азиатские, точнее, ближневосточные индексы, африканские и прочие, они просто уйдят в тартарары, в коррекцию. Просто вспомните торговую войну 19-го года, что было в то время? А в то время было плачевно все. Потому что в том году, я думаю, многие тоже торговали, я в том числе тоже торговал там, спекулировал. Вот, и поэтому данный акцент, момент, я прекрасно с того года еще помню, как все это негативно было. Поэтому и в случае прихода РТС на уровень 1300-1400 необходимо быть крайне внимательным к данному контексту. И смотреть, что будет дальше по ситуации. По крайней мере, пока имеется дивидендный сезон на российском рынке. И такие госкомпании, как Сбербанк и Газпром, будут дивы свои с очень высокой долей вероятности платить. Почему? Потому что, господа, и госкомпания. Минфин будет их вытряхивать, с них дивиденды. А если не выплатят дивиденды, то иностранный капитал просто российский рынок покинет, сверкая пятками. Я думаю, это никому не нужно. Ни государству, ни топ-менеджерам. Газпром и Сбербанка. Потому что они лишат своих мест. В частности, Греф. Поэтому они будут вынуждены выплатить дивиденды в любом случае. 19 и 20 мая мы это увидим. 19 мая будет наблюдательный совет Сбербанка. 20 мая будет наблюдательный совет в Газпроме. То есть там, где дивиденды должны будут утвердить. Просто ждем, как говорится, надеемся и верим. Еще плюс в другом в том, что в РТС в российском рынке сейчас очень много шортистов. Дофига себе. Я тоже парадно в форумы хожу, гуляю, смотрю там. В комментариях других тоже я там блогеров посматриваю, что у них творится там на прочих ресурсах. Где я раньше лично тусовался, где я раньше тоже свои аналитические моменты писал на форумах. И в чем суть? Наверное, каждый третий сидит сейчас по моим личным наблюдениям в шортах по Газпрому, Сбербанку, там ВТБ, там Лукоил и прочие газовые нефтяные компании. И металлурги в том числе. Я напомню только то, что до июля 2020 года Центральный банк Российской Федерации узаконил манипуляцию. Он закрывает на это глаза. Поэтому до июля тут будет черти, что творится на Российской Федерации. И оно уже творится. К примеру, обвал в Северстале я приравниваю как к манипуляционному хождению цены вниз. Безосновательный обвал в Северстале. Безосновательный. Это манипуляция. Самая настоящая. Так что данный фактор в голове тоже необходимо держать. Далее индекс S&P 500. Он закрылся... Когда он закрылся-то в пятницу. Он закрылся 15 мая в пятницу крестом харами. Это разворотный бычий паттерн. Учитывая то, что он паттерны разворот нарисовал вот здесь вот. Второй. И третий паттерн. Я думаю, что S&P 500 он может пойти сейчас в свое хождение цены выше. Ну, как минимум до стратегического уровня 3 тысячи 3 тысячи сто. Дальше надо будет смотреть по ситуации. Как это сопротивление будет реагировать реагироваться рынком. Пока сказать трудно. Учитывая то, что ранее тоже говорил свои мысли по коррекции на S&P 500, он выбился из клина, пробил нижнюю границу этого клина и пошел в коррекцию до первого стратегического уровня 2,750. Пока говорят, что S&P 500 пойдет еще ниже, я бы не стал. Я бы не стал. Но вероятность хождения сейчас цены вверх, она сохраняется. То есть стратегические сопротивления диапазон 2 тысячи 2955 3100. То есть такой стопунктный диапазон. То есть на него тоже необходимо внимание акцентировать. Тем более в Штатах Палата представителей США Палата представителей США приняла законопроект о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. То есть они сказали мол товарищи мы даем добро S&P 500 то есть в индекс в рынок американский мы вливаем еще бабки. И они будут эти бабки вливать. То есть о каком-то сильном походе индекса вниз я пока говорить из-за этого не осмеливаюсь. Почему? Потому что монетарные власти делают все возможное чтобы индекс оставить на плаву. Поэтому поход вверх к стратегическому сопротивлению 2960 3100 он еще пока сохраняется этот вариант. и это для меня лично базовый вариант на который необходимо ставить акцент и учитывать его. и кстати такие индексы как Dow Jones и Russell 2000 они закрылись в плюсовых зонах. То есть Dow Jones 0.25 Russell 1.5% это два индекса которые более-менее приближены к реальной ситуации в экономике. То есть Russell 2000 это индекс второго и третьего эшелона акции США и он закрылся плюсом. То есть это фактически говорит о том то что рынок пока в США остается все еще бычим. Это фактор на который необходимо учитывать. Далее из RGBI он закрылся в пятницу на 156 пунктах. Я думаю тут 154 а оказывается 156. И в чем прикол он сейчас побивает все возможные все возможные исторические максимумы. то есть центральный банк распечатал полтора триллиона баксов рублей пардон и отправил и отдал их банкам. И банк теперь самими деньгами делает что хотят. Пылесосит рынок как хотят. И они их отправляют к примеру на то же самую покупку ОФЗ. То есть выкупают сейчас ОФЗ и нарезы банки российские как его физические лица клиенты ну такие же миноритарии скажем так мажоритарные инвесторы тоже выкупают ОФЗ. То есть фиксируют доходность перед тем как центральный банк понизит ставку еще ниже к 4% годовых. И до этого времени RGBI будут просто тянуть вверх. И я опять же думаю что то же самое RGBI вполне реально будет тянуть вверх еще может быть до конца дивидендного сезона в РФ. То есть до 16 июля. Дальше что будет мне сказать реально трудно. Почему? Потому что я не знаю что будет через 2 месяца. Дальше нужно будет смотреть тупо на внешнеэкономическую и внешнеполитическую картину. Но учитывая то что технически RGBI уже реально перегрет зараза перегрет. Давайте недельный график это все идеальнее видно. Его конечно могут подзадрать куда нибудь на 160 может быть на 165 а может даже на 170 могут. Вот такое вертикальное восстановление вполне реально могут. Но господа потом потом корректот конечно существенный будет. И тут должны повлиять какие-либо внешнеэкономические и внешнеполитические риски. А эти риски зараза они будут все равно. Их блин нельзя миновать. Так что и на RGBI сейчас тоже необходимо смотреть более внимательно. То есть этот индекс показывает денежное настроение на российском рынке. То есть если он растет то значит приток бабла в рынок российский если он будет падать то будет отток бабла из российского рынка. Ну я думаю объяснил более подробно. Далее пара рубль доллар. Опять же включаю я недельный график. Цена идет в своем восходящем тренде довольно таком весомом но идет при этом сейчас на своем нисходящем локальном канале. Иными словами сейчас последний раз два три четыре пять недель цена на пара рубль доллар стоит в своем быковике. Ну и тут есть такая скользящая линия средняя Яма она является сейчас поддержкой ниже которой сейчас данную пару не пускают. То есть консолидация это в пределах боковика 73-34 дефис 75. Я думаю в ближайшую неделю такая тенденция продолжится но здесь необходимо уже подкреплять валюту с фактором цен на нефть. Ну и сейчас по нервам мы тоже поговорим. Тут есть основной момент что меня смущает именно гэп на уровне 68.5 вот открытый гэп меня реально смущает он в идеале в идеале его нужно закрыть то есть пришел как говорится сюда приперся закрыл пришел на нижнем восходящего канала там 68.5 69 закрыл и дальше по ситуации если фон будет негативный господа пойдем вверх если фон будет более-менее позитивный будем пробивать этот канал восходящий и идти вниз но пока пробить этого канала я бы не был так столь уверен потому что повторяю ситуацию экономической политической она понемногу обостряется в мире но и сам индекс доллар пока он продолжится в восхождении в своем восходящем тренде скажем так который берется начало с 2011 года но это пока это пока это пока далее рынок нефти цена на нефть марки бренд проконсолидировался тут какое-то время как в принципе я и высказывал свое мнение еще 2-3 недели назад то есть после данного роста будет боковик конечно мне хотелось лично технически увидеть приход на уровень 26-20 хотя на 27 она сходила на эту поддержку 28 то есть диапазон 26-28 диапазон боковика то есть такой который я указывал еще 2-2,5 недели назад вот в итоге мы сейчас видим как пробивается цена вот этот нисходящий канал цена закрепилась на поддержке 3191 точнее выше этой поддержки это в принципе позитив технически пока все находится на стороне покупателей основная цель по нефти да первая цель это вот эта цель это 36-44 вторая цель это 42-95 выше отметки 42-95 можно сказать только шипом ну либо там не знаю свечой к примеру пробили проторговали на 50 условно говоря баксах эту зону мы отторговали и пошли опять в боковик вниз почему в боковик вниз потому что я в начале этого видео говорил о том то что нету сейчас пока фундаментальных факторов для большого роста цены вето то есть для начала будут мариновать американский нефтегаз в прямом смысле до тех пор пока на рынке не останутся олигополисты то есть имеются сейчас в рынке нефти на цене на нефть марки бренд именно технические цели это вплоть до уровня 50 но повторяюсь выше этого уровня господа увы нет и то если даже цена к 50 баксам она оттуда неуклонно откатится потому что фундаментальных причин для роста нефти сейчас нету технически есть непроторгованная зона но фундаментальных таких цен на точнее фундаментальных моментов на рост цен на нефть нет конечно будет просто господа боковик то о чем я говорил в начале этого ролика видео да вот боковик сейчас я тут удалю боковик 42 там 60 да 22 то есть вот тупо боковик я думаю этот боковик будет до конца года а дальше надо будет смотреть уже по ситуации по внешнеэкономическому и внешнеполитическому фону и в порядке этого боковика цена будет неуклонно торговаться просто сейчас главный фактор таков то что пробили нисходящий тренд и цена постепенно из него выбивается то есть я думаю может быть даже на текущей неделе в будущем мы можем прийти на отметку 36 долларов и тут на какое-то время опять же остановиться то есть вот именно здесь вот какое-то время проторговаться под ней потому что повторяюсь на цену на рынок нефти именно отыграет рыночный механизм то есть не ОПЕК плюс с их сокращением добычи нефти почему потому что уже ОПЕКу это невыгодно делать странам входящим в ОПЕК а не входящим в ОПЕК потому что РФ например сокращать нефть не будет почему потому что это очень сильно ударит по бюджету государства а также по прибылим нефти нефтяных компаний АЛЖИР тоже не будет он уже максимально сократил добычу нефти Сауду с Карами может еще сократить но это будет последнее сокращение опять же умеренное сокращение при этом сделка вполне реально ОПЕК плюс которую они заключили в апреле на май и июнь сокращение на не помню сколько там по-моему 19 миллионов баррелей в сутки она вполне реально будет продолжаться еще до конца года но дальше уже отыграет свою роль рыночный механизм то есть компании которые будут находиться нефтяные компании в рынке именно неэффективные компании будут банкротиться освобождать эту территорию для скажем так от своей неэффективной политики почему потому что они будут торговаться в боковике окупаемость сланцевой компании американских находится на уровне 50 долларов выше 50 сейчас ничего не пойдет потому что господа промышленность в полной мере еще не работает авиация в полной мере не работает автомобильный сезон там кое-как бурлыкает ну там немножко скажем так то есть потребление на бензин конечно остается еще но не таким существенным каким оно было раньше до этого вирусного кризиса поэтому и боковик опять же на мой взгляд он здесь более-менее я бы сказал логичен на какой-то период времени то есть наверное до конца года а дальше надо будет смотреть уже за внешнеэкономическими факторами внешневирусными факторами то есть к примеру находится вакцина от этого дурацкого вируса все господа всех прививают все открывают все работает как прежде но до этого времени пока будет неопределенность в рынках и в рынке нефть в том числе и будет просто болтать в своем боковике почему будет болтать в своем боковике потому что ей нужно где-то ходить да вот условно говоря ей нужно просто где-то ходить это волатильность самая настоящая на которую влияет внешнеэкономический и внешнеполитический фон так что расклад по нефти он такой далее по поводу золота я как ранее сомнение высказывал да я в принципе от него ты как его не от от него я не абстрагируюсь от этого мнения цель 1800 вот сюда вот на это сопротивление да сейчас я укажу вот так вот вот видите вот на данное сопротивление цель учитывая то что золото уже технически перегрета да здесь будет тупо коррекция скоро и основными коррекционными целями это отметка 1600 то есть граница этого большого восходящего тренда вот она вот она даже проходит вот здесь вот 1600 поэтому да дойдет но потом я думаю будет неуклонная коррекция почему потому что данный уровень по золоту сейчас бились об него раз два три и не пробили и цена потом неуклонно улетела вниз в 2012 году из-за определенных экономических факторов сейчас же я думаю цена неуклонно уклонно вниз не полетит нет ни в коем случае но но коррекция после такого мега роста который показали вот в этом диапазоне с 23 марта коррекция она будет она будет и основной целью поддержки 1600 долларов за унцию золота выступает то что я обвожу сейчас синим цветом синим маркером вот здесь далее переходим к российским акциям начнем с компании Газпром первый момент цена торгуется в прессу восходящего тренда это важно второй момент цена пробила свой восходящий тренд локальный и сейчас она торгуется в диапазоне боковом то есть 186.30 дефис 183.26 вот здесь то что я ввожу синим маркером 20 мая будет в Газпроме по моему заседание наблюдательного совета и в этот день как 14 мая 19 года решат вопрос по дивидендам то есть совет директоров Газпрома уже рекомендовал дивиденды в размере 15 рублей 51 копейки и в случае одобрения данного дивиденда дивидоходность Газпрома будет в размере 8,5% годовых и в данной ситуации я допускаю тот фактор что цену просто потащит вверх почему потому что Газпром перед каждыми своими дивоотсечками он закрывается в диапазоне 5 дефис 6% дивидоходности а нынешние реалии 5-6% это будет только в диапазоне 230 то есть вот 225-230 рублей за одну акцию то есть сюда приход Газпрома в скором времени он вполне себе вразумителен тем более если вы смотрите данный инвестблок давно то я говорил не один раз то что выстрел Газпроме будет проторговка видите да коррекция с дальнейшим уже распределением и распределение я допускаю что будет до уровня 230 там 200 230 250 на максимум почему потому что в Газпроме сейчас имеются те же самые гэпы 1 гэп 2 гэп 3 гэп даже 4 гэп есть это первый фактор второй фактор непроторгованный диапазон и вот здесь то же самое поэтому Газпром в этом плане конечно могут разогнать но это опять же чисто вероятность я лично свой лонг по Газпрому удерживаю вот при подходе цены к уровню 230 может 250 я буду думать что с этим лонгом делать может буду продавать может я оставлю а может еще что по большому счету у меня инвестиционная позиция в Газпроме имеется когда я покупал ее по 127 рублей еще это в 17 году было вот но ту позу я держу та поза мне лично приносит дивиденды но с данной позой которая у меня в другом портфеле лежит да который я афиширую в данной деятельности я буду думать что с Газпромом делать дальше либо продавать его в диапазоне 230-250 либо оставлять тут надо будет смотреть уже за внешнеэкономическим внешнеполитическим фактором потому что еще расскажу что сейчас тупо над рынком российским на вес дивидендов есть и не более того после 16 июля рынок пускает свободное плавание дальше все будет зависеть тупо от хаотичности событий в рынке поэтому на 20 мая необходимо ставить неуклонный акцент и в случае одобрения Газпромом дивидендов в размере 15,5 рубля за акцию я тут допускаю реальный поход цены корень 230 это возможность такая есть технические цели я вам сейчас отметил то есть вот весь этот диапазон да который я сейчас указываю здесь он не отторгованный и он еще с гэпами вдобавок а гэпы господа нужно закрывать так что ждем далее ВТБ ВТБ сейчас ходит в своем в своей формации треугольник вот я ее отметил здесь но ВТБ фактически даже стратегически находится на своих вот по факту лаях по большому счету вот видите поддержка 2014 2008 2009 годов и ВТБ находится вновь сейчас на ней то есть вот здесь с точки зрения технического анализа все стоит на путях покупателей то есть под их инициативы скажем так это первый момент второй момент имеется у нас непроторгованный бешеный непроторгованный диапазон вот здесь он находится то что я сейчас маркет это от уровня 0.4.8.10 вплоть до уровня 0.36.515 третий момент имеются гэпы вот тут вот тут ну два больших гэпа и вот здесь третий гэп такой небольшой их тоже придется закрывать то есть я все равно смотрю на ВТБ с точки зрения стратега но не тактика стратегически ВТБ все равно появится на север как говорится чему быть того не миновать но сейчас ВТБ маринуют всех кто есть я еще раз говорю ЦБ РФ узаконила манипуляции до июля закрывают на это глаза и поэтому сейчас маринуют всех в Газпроме в Сбербанке в ВТБ в Северстале блин где только можно вот учитывая то что ВТБ это хаотичная акция и она может блин в любом момент времени выстрелить даже будет у нее повод или не будет повода взяла и выстрела все цели господа здесь технически есть и здесь технически маркетмейкер ходит четко по уровням четко ГЭП он все свои ГЭПы закрывает все возможные ВТБ капитал есть главный маркетмейкер в этом эмитенте так что по ВТБ я лонг свой инвестиционный держу ну дальше я буду смотреть по ситуации как что будет то что здесь рост будет это блин это понятно что он будет рост это вопрос времени на чем он состоится потому что есть говорить с точки зрения новостного фона ВТБ перенес по моему заседание совета директоров на август но это понятно и скорее всего в августе нужно будет смотреть что будет с данным эмитентом хотя может быть даже правление компании банка может проболтаться где-нибудь на какой-либо пресс-конференции сказать то что мол как мы планировали выплатить 50% в дивиденды так мы и выплатим так вот словесная интервенция которая на цену акции ВТБ может повлиять очень позитивно то есть выстрел будет но это опять же предпосылки или-или как говорится я будущего не вижу я просто оперирую сейчас возможностями опираясь на исторические данные того как правление банка ВТБ излагало свои мысли и эти изложения своих мыслей они позитивно влияли на цену ВТБ то есть она выстреливала и улетала очень сильно вверх тянули то есть вверх ее есть такая ситуация она вполне реально может повториться снова надо только ждать далее Сбербанк здесь тоже манипуляция самая настоящая сучья манипуляция был треугольник треугольник пробили пришли на уровень 185 диапазон 183-185 сейчас мы торгуемся на этом диапазоне технически господа ну что у нас творится здесь у нас технически боковик Сбербанк то есть то что я сейчас обвожу вот этой линией ну прямоугольник то что я сейчас обвожу синим маркером это боковик тупо боковик обвел нескоро чтобы было видно его и в пределах этого боковика сейчас она ходит 19 мая будет наблюдать этот совет Сбербанки еще раз скажу что Греф он тоже не тупой Греф это человек который дорос до главы банк который прошел через властные структуры российские но дорос до главы банка номер 1 в стране Греф понимает то что основной поток акций Сбербанка торгуется в руках иностранных иностранного капитала и если дивы эти урезать Сбербанки блин они убегут и нарезы сверкая пятками с российского рынка и российские рынки потом будут просто плевать об него будут харкаться об него будут креститься не знаю когда будут мимо него проходить и проклинать тот день когда они вошли в него Сбербанк это флагман для нарезов флагман это флагман который 6 лет себя оправдывает последние 6 лет поэтому я не уверен что Греф дивиденды будут отжимать не тот это банк чтобы отжимать дивиденды у миноритариев и у мажоритариев то есть у тех американских европейских компаний которые владеют акциями Сбербанка а также в руках мажоритарных инвесторов больших инвесторов миллионеров и миллиардеров а также в руках миноритариев которые владеют акциями второй фактор это государство оно будет дивиденды отжимать у госкомпании в любом случае и Сбербанк это госкомпания то есть отжимать дивы есть как говорится прецедент но это опять же оперировать логическими фактами поэтому и в данном диапазоне она просто консолидируется в таком довольно весомом уровне который был в 2018 году я все равно остаюсь при своем мнении и тут я думаю будет просто в скором времени рост опять же рост как и в Газпроме основные цели в Сбербанке это 243 диапазон 229 то есть есть диапазончик да вот этот который сейчас обвожу здесь маркером да первый момент второй момент просто имеется непроторгованная зона от уровня 243 до уровня 200 то есть очень сильный проторгован диапазон и он еще просто лют всеми гэпами раз гэп на уровне 232 два гэп на уровне 217 и данный диапазон будет просто потом рынок отторговый необходимо чтобы внешние корпоративные факторы на Сбербанк повлияли положительно и мы узнаем об этом итоге 19 мая если Греф не дурак он дивиденды выплатит если он дебил ему пизда потому что по удар попадает он как глава Сбербанка под удар попадает сам Сбербанк под удар попадает государство и потом еще формально будут эти нарезы иностранных капитал просто страну донимать всеми возможными юридическими исками на такой шаг РФ не пойдет и третий момент если там Сбербанк не выпад дивиденды государству извините меня Грефа просто отпердолят чем только можно отпердолить так что опять что через зрение логики просто банальной блин логики Сбербанк должен уйти вверх и тем более сейчас формация Сбербанка торгуется в формации треугольника начиная с 2017 года по сей день и это опять же не самоуспокоение какое-то а я просто привожу экономические политические логические доводы по данному эмитенту как говорится во что вам верят решайте вы сами я вам просто излагаю ту логику какая имеется на сегодняшний день поэтому в случае одобрения дивидендов 18 рублей 70 копеек или даже 15 рублей за акцию по Сбербанку как говорится цену просто будут по себе задирать вверх потому что дивдоходность будет беспрецедентно высокая а понимая российский рынок господа когда одобряют дивиденды высокие да рынок тачит вверх тут такая ситуация Забербанки будет как и в Газпроме нужно только подождать время окупается далее Северсталь это опять же дневной график мы здесь просто видим самую натуральнейшую манипуляцию техническую вот Северсталь у нас еще у нас тоже будет скоро наблюдается совет в этом имитенте и правление компании Северсталь руководства она уже рекомендовала дивиденды в размере от нынешней цены от 824 рублей от этой цены да дивиденд составляет примерно 6,5 6,5 6,7 процентов годовых короче 6,5 процентов годовых я не поверю бляд я 6 лет одно и то же вижу каждый диф сезон не поверю что тут с таким дивидендом не задерут цену вверх не поверю почему это российский рынок господа здесь манипуляции вообще сущие это просто бешено особенно когда ЦБ РФ говорит что мы закрываем глаза на манипуляцию все большие участники просто всех долбить будут и они долбят всех и сейчас учитывая то что он говорил ранее очень много шартистов сидит в российском рынке Сбербанк Газпром Северсталь там не знаю ВТБ прочие эмитенты их логически надо выносить этих шартистов вверх тащить с точки зрения техники по Северсталя но покупатели постепенно эмитент вновь приходит тем более мы пришли на тот уровень от которого цена очень сильно оттолкнулась это уровень 817 рублей за акцию я лично свою позу в Северстале держу и опять же логически я понимаю 6,5% это реальная халява для спекулянтов то есть как утвердят эти дивы 6,5% просто бери получай и просто будут набиваться как селедка в бочку спекулянты инвесторы скажем так цели получения див доходности но учитывая то что этот дивиденд за четвертый квартал 19 и за первый квартал 20 года не стоит уповать на то что дивиденды за какой там второй квартал 20 года будут высокие господа их могут вообще не выплатить эти дивиденды почему потому что северсталь уже отчитал за первый квартал 20 года и прибыль там сильно снизу у всех металлургов прибыль упала почему потому что стройки остановились автопром остановился а стройки и автопром для металлургов это самая системно значимые отрасли куда поставляется их продукция а учитывая то что у нас полтора месяца застой только 12 мая предприятие отправили работать учитывая то что полтора месяца был по факту застой в экономике российской то прибыль металлургов она может у нуля остаться то есть вообще ноль а может и убыток хрен его знает я гадать не буду просто выражающий свое мнение на эту тему поэтому уповать на дивиденды за второй квартал 20-го года в Северсале я бы не стал а вот за четвертый квартал 19-го года и за первый квартал 20-го года Северсаль свои дивы еще выплатит 53 рубля 61 копейка будет суммарный который выплатится в июне то есть данный фактор необходимо учитывать далее башнефть компания башнефть рекомендовала дивиденды в размере 107 рублей 81 копейки если я не ошибаюсь я честно говоря не знаю как завтра Северсаль отреагирует на эту новость не могу даже сказать на 100% тут есть вероятность почему вероятность потому что первый момент гэп к которому рынок тянется первый гэп это уровень 1520 второй гэп 1653 имеется сильный проторгованный диапазон вот вот здесь то есть то есть половину диапазона проторговали вплоть до уровня 1470 куда цена билась ранее вот здесь вот раз и теперь второй раз бьется то есть цели технически есть куда Северсаль куда точнее башнефть могут потянуть даже вопреки дивидендам поэтому в башнефти пока она все находится на стороне покупателей вот здесь вот и завтра уже по факту мы увидим куда двинут цену в данной ситуации мне лично предположить трудно куда ее двинут потому что завтра будет на цену влиять и внешне экономически внешне рыночный фактор как отторгутся Азия что будет со фьючерсами американскими европейскими на азиатской сессии и от них уже придется отбиваться то есть в случае позитивного торгов на азиатской сессии рынок наш пойдет тоже вверх то есть и ту же самую башнефть она вероятнее все останется проторговать в своем диапазоне то есть вот 1458 дефис 1475 но будем смотреть именно по ситуации по крайней мере технические цели в башнефть имеются 1520 и 1645 но это пока будут последние цели которые необходимо отторговать далее Газпромнефть Газпромнефть сейчас торгуется опять же в своем боковике то есть вот он боковичок который я божу сейчас прямоугольником цена просто дрейфует по факту то есть сейчас в Газпромнефть как-то нету и такого позитива и нет никакого негатива то есть дрейф получается предгэповую зону уровня 1340 рублей пробить пока очень трудно чтобы ее пробить необходимо какая-либо позитивная новость которая сподвинет весь РТС и ММВБ пойти в рост эта новость должна быть либо 19 либо 20 мая Газпром и Сбербанк это основные акции которые занимают повышенную долю в индексе российских акций то есть в случае позитивного утверждения дивидендов этих двух имитентах РТС МВБ пойдет вверх и за этим ростом тоже пошут другие компании российские просто чисто по инерции вверх пойдут они и Газпромнефть тоже на это ее сподвигнет в Газпромнефть будут дивиденды около 20 рублей за акцию дивиденды будут по-моему в июне выплачиваться то есть сейчас цену тут держит тупо дивидендный фактор тоже Газпромнефть поэтому пока здесь только будет дрейф то есть вот поддержка 314 куда пришла и оттолкнулась и сопротивление 340 пока говорить о каких-то целях там на 375 по закрытию вот данного ГЭПа я пока не стал но и говорить а то что слапает вниз отсюда я бы тоже пока не стал пока прецедента нет никакого дрейф боковик не более того далее Тинькофф банк он растет первый момент раз два формат стройного дна была вот цена растет она находится на сопротивлении 15 долларов вот здесь то что я сейчас обвожу маркером есть цель после такого повального падения да в Тинькофф банке есть цель это 18 дефис 20 долларов то есть проторговать весь вот этот просто напрочь убитый диапазон потому что такой диапазон состоящий лютый из своих красных свечей всегда рынок проторгует блин всегда поэтому цель у него у Тинькофф банка да еще имеется вот гэп вот в этой зоне сейчас это удалю и покажу гэп имеется на уровне 21.78 вот здесь вот то есть 20.92 21.78 и цель туда тоже лежит то есть диапазон 18 дефис 22 долларов это основной диапазон от которого потом цена будет отбиваться то есть идти вниз то есть сейчас она по факту оттолкнулась от своей трендовой линии восходящей цена идет с вами сейчас в восходящем грубо говоря канале вот который я указал здесь вот тут так что диапазон 18 дефис 22 доллара такой широкий диапазон он имеется и все внимание необходимо акцентировать именно на него но и опять же пока по недельному графику если посмотреть то все стоит на стороне покупателей технически тем более в Тинькофф банке я пока не имею информации о том включить ли его в MSCI в конце этого месяца пока информации нету поэтому цены здесь могут пока еще потянуть вверх к уровню 18 дефис 22 доллара потому что вот такой диапазон отторговать в любом случае придется вопрос времени когда цена его перекрывать будет тупо вопрос времени тем более по МСФО в Тинькофф банке на текущий день вышел МСФО очень позитивно то есть компания заработала за первый квартал 20-го года 9 миллиардов рублей прибыли за первый квартал 19-го года заработала 7 миллиардов то есть 7 миллиардов то есть прибыль выросла на самом деле имитент очень интересный Тинькофф банк просто меня его зазывали некоторые напрягают в стиле как с ТМК в предыдущий раз получилось когда он там когда многие какая-то толпа людей потом продавал по 35 рублей ТМК и цена потом неуклонно пошла вверх к уровню в 60 рублей но не суть фундаментально ТКС банк реально интересный банк технически но проторговка цели проторговок у него есть куда они в принципе стремятся так далее компания ВИОН он же Билайн он же ВМПЛКОМ так у нас имеется боковичок вот здесь вот в диапазоне 1.66 1.30 цена в нем торгуется по факту говоря имеется также сильный непроторгованный диапазон цена сюда будет неуклонно смотреть в любом случае то есть эти цели они будут еще достигнуты по крайней мере 2 доллара 20 центов Билайн еще покажет вот здесь только необходимо этот момент времени дождаться технически перепродность по недельному графику то есть глобальная инициатива пока в руках покупателей то есть весь минувший обвал был только на фоне выхода и нарезов из данного имитента почему потому что в первую очередь данные акции торгуют американцы и только потом уже наши русские Иваны далее компания ТАТ Телеком у нее имеется формация опс пардон что это такое блин двойная вершина по недельному графику опять же смотрю цена смотрит вот сюда на уровне 19 копеек сейчас по недельному графику формируется нисходящий тренд здесь то есть криво нарисую вот такой формат технически перегретость то есть коррекция она в любом случае будет до 19 долларов за акцию как минимум шипом по недельному графику вот в таком стиле ее потрогают вот как в стиле 16 марта вот эта свеча далее компания полиметал имеется бешеная перегретость по недельному графику RCI стахастический первого сигнала на будущую коррекцию второй сигнал боковик третий сигнал у нас так третий 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 это я и увидел здесь даже помечу сильное сопротивление на уровне 1700 вот здесь вот то есть на него бьется стратегически полиметал смотрит на коррекцию в область 1350 рублей за акцию то есть вот сюда эта коррекция будет ознаменована тем что поет золото в свою коррекцию после достижения цели 1800 долларов за унцию то есть там очень сильно сопротивление ну я в принципе об этом говорил потому что можете сейчас кликнуть на таймкод на золото на 4128 время и там его посмотреть то есть полиметал как и поле золото после коррекции золото поет вниз полиметал 1350 рублей за акцию тем более техническая перекупка здесь очень бешеная то есть коррекция здесь не за горами господа далее Русгидро я эту мразь начинаю все больше и больше ненавидеть почему банально из-за того что она не приходит на уровень 55 копеек ну ладно это конечно была шутка на самом деле но технически что мы видим здесь фундаментально все остается так как оно было раньше ничего не изменилось то что я говорил раньше про даже в одном из предпоследних видео про Русгидро все остается неизменным недельный график у нас находится на стороне покупателей то есть мы это прекрасно видим вторая формация раз два донышко сейчас лучше меньше на график покажу здесь желательно тройное дно то есть под до уровня 55 копеек с дальнейшим походом уже сильным выходом цены вверх то есть из этого глобального треугольника выход вверх по новому восходящему каналу вот он отмечен синим пунктирной линией восходящий тренд верхняя граница сопротивления канала 1.23 1.23 к нему стратегические цены и цели сейчас также на месячном графике то что пока то что все на стороне покупателей но коррекция на уровне 55 копеек на самом деле бы не помешала в таком формате и дальше поход вверх формация тройного дна это очень сильно бычья формация особенно когда находится цена на своем дне вот на поддержке 8 14 15 19 20 года ниже эта поддержка цена не поет никак ей рынок не даст пойти там иди доходность будет уже слишком шикарная и 5 и 10 а вот переформировая такую формацию тут уже выход очень сильный будет далее компания ОГК опять же месячный график здесь у нас но я скажу так что по ОГК меня напрягает тут именно перегретость но есть такое на самом деле то есть сейчас она бьет в своем боковике по месячному графику это прекрасно видно то есть вот в своем диапазоне понедельном график у нас тоже настигает постепенная перегретость по техническим осцилляторам основной зоны сопротивления давайте я покажу сейчас на дневке это переграться видно основная зона сейчас сопротивления для этого эмитента выступает уровень вот вот этот уровень сейчас 0,65 ну точнее 65 копеек и цена просто курят в своем боковике то есть вот в этом боковике который сейчас я обвожу и цена по нему ходит то есть нижняя граница боковика это 60 копеек верхняя граница это 65 копеек при этом цена свою локальную восходящую линию пробила то есть вот она проходит и она ее пробила протестила дальше цель держит цена на 60 копеек далее компания TKK1 у нас произошла коррекция то есть она пришла на свой уровень поддержки 10 рублей за акцию я в телеграм канале тоже делаю посты технические по данным эмитентам сейчас она находится на своей сильной зоне поддержки то есть даже боковичу такое условно получается цена пока еще не будет гулять какое-то время потому что резона идти куда-то вверх пока особо нету вниз пока тоже нету хоть и вверху имеется тоже гэп гэп там гэп там 5-10 и большая непроторгованная зона то со временем да TKK1 будет выходить вверх но не прямо сейчас как говорится время еще не пришло потому что не подкрепились новостные события российского рынка к техническим факторам пока еще нет на недельном графике мы видим то что цена сейчас находится на она выше да и зона своей перепродности прекрасно себя чувствует приходился на свою поддержку 7 копеек 0-0-0-7 даже точнее и основная инициатива находится на нашей стороне покупателей то есть вот и сейчас покупатели просто консервируются на этой отметке бьются в ожидании какой-либо новости про данный эмитент далее компания TKK2 я про нее делал прогноз еще 6 мая вот и цена идет сейчас четко по данному прогнозу я к чему клоню это к тому то что цена пришла на свой вот этот канальчик да то есть вот поддержку и она будет от него отталкиваться тупо вверх в скором времени то есть основная зона сопротивления это 0-0-0-6 вот здесь поэтому если какие-либо эмитенты вы собираетесь брать спекулятивно всегда ставьте стоп-лоссы всегда это необходимость TKK смотрит вверх до отметки 0-0-0-6 0-0-0-90 далее ГМК на Рельский Никель цена сейчас ходит тоже в своем боковичке по большому счету ничего нового нет в период дивиденды дивиденды там будут в принципе небольшие пока к этому моменту время цену тянут немного вверх но я отмечу сразу что у нас остается гэп на уровне 16400 рублей его господа нужно будет скоро закрывать и закрытие этого гэпа оно ознаменуется каким-либо новостным событиям. То есть на фоне чего рынки отправят свою коррекцию. Я еще раз говорю, что российский рынок сейчас тупо ходит под клопаком дивидендного сезона. То есть его сейчас есть чем тянуть. Потому что госкомпания российская платит дивиденды более-менее адекватные и повышенные. А вот после дивсезона уже рынок отправляется в свободное плавание. То есть там не будет прецедента его по какому-либо фактору тянуть вверх. Он бы просто опираться на рыночный скажем так на рыночный формат. Будет хорошо на рынке, будет рост. Будет плохо, будет падение. Но я думаю тут все просто. Поэтому ТГК ой, ГМК, если брать вот лично я, когда буду брать 16300 рублей. Перспектива у компании есть. И она хорошая. Но брать по 20000 господа не спасибо. Я пока еще в своем уме работаю. Пока еще я с катушек не съехал. Далее компания Татнефть. У нас тут полная залупа. Почему? Потому что залупа. Почему? Потому что цена сейчас идет в своем нисходящем тренде. Вот видите, тренд в линии проходит. У нее отменили дивиденды. Цена здесь очень неплохо так приупала, приуныла, гэп закрыли. Все ништяк, все гуд. Но в чем суть? Сейчас цена обедет в своем боковике. То есть прецедента расти и падать у цены нету. Понимаете? Просто реально нету прецедента. Дивов нету. То есть если даже и будет рост Татнефти, то я еще раз говорю, вот вам стратегическая цель это вот здесь вот. То есть 573 дефис 600 рублей. То есть если рост Татнефти и будет, он будет тупо только с рынком. Тупо с рынком. И все. Тупо то есть за рынком. То есть будет расти РТС, будут расти другие компании, будут расти Татнефть. По инерции. Сама по себе она сейчас расти не будет. Так что данный фактор тоже необходимо учитывать. Технически. Ну вообще-то стоит все на стороне покупателей. Потому что у нас была тоже перепродность. Дальше задирали цену вверх. Сейчас у нас появился нисходящий тренд локальный. В боковике торгуется. Тупо боковик. Тупо дрейф. Не более того. Так что сейчас я включу четырехчасовой график, покажу. Вот вам нижняя граница 508 рублей. Верхняя граница 549 рублей. То есть раз и два. Это медианное значение оно спокойно пробиваемо. То есть проторговались, пробили, проторговались, пробили. И так какое-то время. Далее компания Лукойл она сейчас идет в своем восходящем канале тренде. То есть восходящий тренд тут прекрасно виден и очевиден. Вот линия. сейчас торгуется цена на как его почти что на границе этого тренда. Сейчас посмотрю недельный график, что у нас творится-то. Ну да, тут проблема в другом, то что видите, скользящая линия-то проходит и ема. И об нее цена бьется. Я знаю, что Олег Перов покупал акции Лукойла в пятницу. По-моему, в понедельник будет какое-то корпоративное событие в Лукойле. То ли по дивиденду, то ли будет по чем-то еще связано. Я допускаю то, что завтра в случае какого-либо корпоративного события могут объявить даже новость о дивидендах, на фоне чего цена по Лукойлу, опять же, учит то, что правление компании заявляло не раз что за предыдущий год 2019-2020 году будут дивиденды хорошие, повышенные. То есть в случае позитива, господа, отметка 5600 рублей вас встречает. То есть закрывать данный гэп цена будет в любом случае. Ну и так, на заметку. Технически боковик бьется об уровень покупателей и продавцы. Тупо спекулянты и все. Дрейф, не более того. Нужен новостной фактор по Лукойлу, который повлияет на дальнейший рост цены вверх. Далее компания Роснефть тоже будет выплачена хороший дивиденд в скором времени. Меня смущает в Роснефть гэп на уровень 200... Пардон, 275. Да. Вот здесь вот. Я уверен только в одном, что данный гэп будет закрыт. В любом случае будет закрыт. Но не сейчас. Не сейчас. Потребуется определенное время. Сейчас та же самая Роснефть, она дрейфует. То есть у нас нету какого-либо драйвера ретит с нефть. То есть вот боковик. Видите? Тупо боковичок. У нас наступает подневки техническая перегретость. То есть цена стратегически приходит к уровню 355-360. Говорить о походе вверх в этой цены я бы лично не стал. А вот допустить ее тактический откат цены к примеру к уровню 318 техническому, да? Я это вполне допускаю. Опять же не прям, чтобы завтра и может даже не послезавтра, но в течение определенного краткосрочного периода времени. Тут даже вполне реально, что Роснефть и проторгует еще на этом диапазоне какое-то время до дивидендной отсечки, но она потом все равно неминумно пойдет вниз. Потому что цель, цель, еще раз цель, она вот тут. Это 275 рублей за акцию. И преимущество еще даже в том, то что в том, то что дифсезон это то, что сейчас держит российский рынок. Когда дифсезон кончится, господа, адьос, амигас. Отправляемся на вольные поля. Гулять. Пьянствовать. И зависеть от внешнеэкономического и внешнеполитического фона. Далее компания Магниц. Все, как я и высказывал, свое мнение, цена идет тупо сейчас в своей линии этой к поддержке 3400. Да? Да? Почему? Перекупленность, перегретость, блин, просто тупо техника работает. Пришла цена на 3800. Я тоже об этом делал технические анализы, в ютубе говорил на эту тему. 3800 и пойдет в корректус свой. Что произошло? Цена пошла в корректус. И те ниже уровень 3400 нет никакой логики. И те сейчас выше уровень 3800 тоже нет никакой логики. Нету драйверов для этого. Поэтому цена магнита будет торговаться в боковике. Я думаю тут будет тупо дрейф. Пришел так, 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 так. Как оно было здесь вот? Пока только так. Дальнейший поход цены магнита вверх. Он будет опираться тупо на отчетности компании за какой-либо квартал. За второй квартал, на третий квартал. Сейчас главный плюс магнита в том, то, что пришел какой-то менеджер по онлайн маркетингу, онлайн продажам из Ламоды. А Ламоды, господа, это тот онлайн магазин, который зараза занял свое место в рынке. И опять же благодаря тому человеку, который вот сейчас пришел в магнит. То есть я допускаю даже то, что магнит в скором времени давайте посмотрим технически, как я говорил уже и говорил долгое время, падение блин, тут будет технический отскок на уровень 7, там 6, 7, 8 тысяч. Но для этого необходимы какие-либо фундаментальные факторы корпоративной деятельности. То есть сейчас она по мячам графика входит в своем боковике. Технически на стороне покупателей все стоит. Как говорится, вывод делать сами. Но по МТСу, я тут думаю, все более-менее понятно. То, что треугольник глобальный имеется. Вот восходящий тренд тоже глобальный имеется уже 6 лет. Даже вот канал восходящий идет. То, что я сейчас пометил. Цена сейчас по МТС смотрит вот сюда. На уровень 350. В первую очередь дивиденды, диффактор в МТСе, который будет. Цену сюда загонят, но потом она неминуемо пойдет в коррекцию. Почему? Техническая перекупленность будет. Перегретость эмитента. А что у нас происходит по технике, когда у нас перегретость, господа? Все идет в откат. Поэтому и откат по МТСу тоже будет в скором времени. Не сейчас, но через определенный среднесрочный период времени. Для начала цены загонят вверх, куда-нибудь на 347, на 350, а потом откатят вниз. Далее компания Юнайпер. Ну, он же Юнепропорст, я по-немецки его называю Юнайпер, как-то уху проще он приживается. Цена смотрит куда? Смотрит вниз 2,25. Что у нас сейчас происходит? Коррекция, отскок, коррекция, отскок. Раз, два, три, ну и отскок. Вот. Канал будет нисходящий. Цель 2,25. Там можно будет присмотреть его под спекуляцию. Просто будет техническая перепродность. Вот здесь вот. И на 2,25 можно будет его подобрать. Почему? Потому что это компания, которая заклимена в своем боковике. И она в нем гуляет. И ею прям, блин, супер шикарно спекулирует. Хоть весь депозит в нее вложи, условно говоря, по 2,25. Условно говорю, весь. Хотя можно половину даже. И тупо жди потом поход цены вверх. Блин, я этого имитента обожаю. Он предсказуемый имитент. Я им сколько лет уже тоже спекулирую. блин, одно удовольствие. Далее компания Россетим. Поро себя мы видим тупо боковичок. Цена отклонилась от своего восходящего тренда. Он обид в своем боковике. Здесь уже постепенно подступает на мой взгляд коррекционные настроения. Почему? Взлет, проторговочка, коррекция куда-нибудь до 1.10 вот сюда. Вот диапазончик. Потому что тоже он будет пора торговать весь его консолидация. И дальше он будет смотреть именно по ситуации. Вот техническая картина в Русях выглядит именно так. Далее компания Интерао. Она идет в восходящем тренде довольно глобальном. Цена пришла на свою поддержку. Опять же на мой взгляд это чисто манипуляционное пробитие. Потому что манипуляция сейчас на рынке она везде до июля будет. Техническая перепроданность проторговка будет заедшая походом цены вверх. Сопротивление основное в Интерао это уровень 5.35 вот здесь дали компания фосаграм компания объявила дивиденды повышенные в июле в принципе я на тему высказывался допускал эти дивиденды и они их объявили. В чем суть? Цену тащат вверх на 2 900 вот сюда после этого цену пустят вниз. Почему? Будет просто техническая перегретость вот на этих осцилляторах будет прекрасно это видно. Вверх потом вниз до 2400 рублей. Я лично не уповаю на то что данный имитент будет выбиваться из своего боковика и идти куда-то сейчас сильно вверх. Такого не будет. Даже если прецедент к этому и склоняется господа цена не может расти вечно. Нет. Оп оп и только так сформировав нормальный восходящий канал. Даже если цена сейчас будет идти вверх. Если ненавижу этот стол но мне сейчас пришлось его применить. Но я в этом сомневаюсь. Почему? Потому что она была еще в боковике на мой взгляд еще не один год фусагра. Да? И ловить ее может быть на любом диапазоне как говорится. Далее компания ФСК вышла новость о том что ФСК уже Руссети под себя подмяли юридически все. Пока про акции ФСК я не знаю что с ними будет. Они закрылись 2,5% падением отреагиров на эту новость. Ну все Руссети под себя ФСК взяли. Они их под себя будут уже подминать то есть поглощить в одну компанию. Блин про ФСК я могу вам сказать только одно что лезть в нее сейчас ни в коем случае не надо. Что будет с акциями этой компании хрен его знает по какой цене хрен знает будут ее выкупать. Но опять же фактически блин ну перегреть съесть фактически цена смотрит на уровень 0.17 284 вот сюда в этот боковичок свой. Вот как так. Но я лично ФСК не спекулирую я его сейчас брать даже не собираюсь. Он как говорится в задницу не сдался от ФСК. Когда такая хрень творится внутри компании когда там материнская компания ее поглощает как не знаю как у меня в аквариуме плавают рыбки и когда там самка рожает рыбок а когда они там вылупились то потом эта самка ест своих же детей то есть рыбок маленьких таких головастиков она их лопает прям пипец как я смотрю в аквариуме офигеваю каннибализм настоящий и то же самое с ростями ФСК то есть самка лопает свою рыбку вот тут проблемы есть сильные далее компания Ростелеком по Ростелекому у нас ситуация остается стандартный боковичок цена вот в нем торгует сам то есть вот ходит гуляет именно именно здесь у нас также сейчас Ростелеком я бы сказал перегрет ему в коррекцию давно пора сейчас я тут уберу нафиг ему пора в коррекцию вот сама цена торгуется в своем восходящем тренде вот блин как неудобно двигать курсором как же им неудобно двигать видите тренд восходящий идет поэтому коррекционное движение я допускаю вот до этого уровня 76 77 до нижней границы вот этого восходящего тренда это вполне допустимая цель далее компания аэрофлот в эту авиакомпанию выливает бабки прям тоннами я не знаю под чем там выливает под морфием либо мариванной хрен ее знает в чем суть государство просто поддерживает данную компанию на плаву у нас имеется диапазончик торгов теперь так в принципе он и был раньше боковик цена прошла на нижнюю границу боковика 70 рублей на 4 копейки и в нем в принципе торгуется по 4-часовому графику мы видим то что цена просто дико перепродана то есть здесь будет скоро технический отскок и проторговать весь этот диапазон в любом случае придется то есть как минимум сопротивление 76 рублей мы скоро покажем вот как так ну и последнее на сегодня это сургут нефтегаз акция обыкновенная эта акция это больная на голову дура почему потому что здесь хрен знает на чем вылетает цена хрен знает на чем она падает то есть в чем факт тут тупо технический анализ помогает потому что акция ходит именно технично по технике да вот пришло на сопротивление 40 как я в принципе вчера говорил с видео последним про обзор сургут нефтегаз сейчас надо будет тупо боковать здесь ну боковичать ну торговаться боковике вот именно боковике торговаться какое-то время по крайней мере после такой проторговки вполне резонен выход на уровень 42.98 но говорит что он пойдет выше вот этого уровня 42.98 я бы не стал я бы не стал еще рано пройти ему движать почему потому что техническая коррекция просто будет здесь вот видите тупо взлет корректоз взлет корректоз и пятые десятые так что на сургут нефтегаз я особо в него то и не лезу по большому счету но технически к акции ходят очень хорошо то есть ей торговать очень и очень даже удобно но пока как так в принципе на этом все завтра я презентую один из наших новых проектов как раз он нацелен на всех читателей подписчиков телеграм youtube канала там где тоже будут выходить информация про рынок акций технический анализ новости фундаментальный анализ акции облигации аналитика мнения ну и прочим что с этим связано завтра также я поутру выложу краткий анализ рынка как всегда в 9 15 9 20 я запишу видео краткий анализ рынка будет где-то в 9 часов выложен и буду смотреть чисто на как отторгуются азиаты да какие позиции будут у фьючерсов США и ЕС как говорится на внешний фон посмотрим и поглядим куда наш индекс завтра поутру пойдет по крайней мере сегодня довольно неплохо торгуются израильский и саудовский индекс то есть данный фактор пока более-менее к завтрашнему дню позитивен при этом американцы выливают вновь 3 триллиона долларов на поддержку экономики и рынков как-то так подписывайтесь на канал биржевик канал о рынке акций у нас основы биржевой торговли аналитика обзор акций и облигаций технические и фундаментальные а также торговые идеи которые рекомендацией не являются у нас имеется телеграм-канал биржевик сейчас всплыла ссылка на него ссылка находится в закрепленном сообщении точнее в шапке ютуб-канала биржевик а также в закрепленном сообщении под каждым видеороликом тоже отмечено сейчас синим шрифтом помните что мы все обречены на прибыль лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники на этом все благодарю за внимание и до свидания